Друзья, всем привет! Итак, я продолжаю свой эксперимент Бомж Соло Майнинг и по совету одного из своих зрителей, а именно Равшана Казимова, я произвел разделение воркеров То есть я сделал одна карта RX 550 2 гиговая, это Бомж Соло 1, вторая карта RX 550 2 гиговая, Бомж Соло 2 Пришлось видео перезаписывать, потому что я как бы уже сделал видео У меня, во-первых, отвалилась эта система с этими картами, почему-то подвисла Ну и при этом у меня еще чуть-чуть, скажем так, чистоту эксперимента нарушил один из моих зрителей по имени Паша Он мне добавил еще на хлебушек два воркера Спасибо ему, конечно, огромное Сказал, что в течение часа будет работать, потом выключит Ну, тем не менее, я эксперимент свой продолжаю Вот видите, мои были отваленные Бомж Соло 1, Бомж Соло 2 Сейчас заработали, Бомж Соло 1 нашел шару, поэтому он стал зелененьким Сейчас, если найдет Бомж Соло 2, найдет шару, тогда тоже станет зелененьким Естественно, когда они двоем, две карты работают на одного воркера Они, конечно, чаще находят шары Ну, почему-то вот Бомж Соло 1 находит у меня чаще шары, чем Соло 2 Не знаю почему Ну, видео о том заключается в том, что Да, результаты пока никакие Примерно 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, где-то 18 или 19 часов я занимаюсь Бомж Соло Майнингом Ничего я не нашел, блока нету Но даже суток не прошло, друзья Поэтому эксперимент продолжается И, ну, я не знаю, вот это разделение воркеров Оно может принести какие-то плоды И действительно ли есть смысл разделять или нечего этим заморачиваться Но бытует такое мнение, я уже в нескольких комментариях прочитал Что, да, кто занимается Соло Майнингом Они пытаются разделять воркеров А не создавать одного воркера с огромным хешрейтом Ну, и я также читал мнение, что Разделяли воркеров Ну, это, в принципе, ни к чему особому не приводило Не знаю Ну, я пока решил разделить воркеров Пусть они поработают отдельно Вот видите, Соло 1 почему-то уже вторую шару нашел А вот эта карта почему-то не хочет находить шары Не знаю Возможно, у нее переразгон Хотя по разгону они абсолютно одинаковые 1250 на 1950 1250 на 1950 Но карты разные Вот это вот на Баффине, по-моему, да Да, это ядро Баффин А это ядро Леха Ну, она так вот, GFX 804 Но она почему-то как-то лучше идет Хотя хешрейт показывает меньше Но шар находит больше Ну, вот как-то так Ну, все, друзья, все, что я хотел А, ну, я не показал, как я разделил воркеров Если кому-то это интересно Давайте посмотрим, как воркеры делятся Все очень легко и просто Я создал две папочки SRB-майнер у меня RioSolo и RioSolo2 И в каждой из папочки просто поменял В файле конфигурации Вот здесь вот GPU-конфиг В одной папочке сделал ID 0 Написал Во второй карточке написал ID 1 Ну, и в файле Pulse Сделал после кошелька точка И название BOMG-SOLO1, BOMG-SOLO2 Вот и все И запустил отдельно батники С одной папки и с другой папки И получил два работающих воркера Независимо друг от друга Ну, как-то так Воркеров разделил Теперь посмотрим К чему это приведет Конечно, для чистоты эксперимента Нужно было поработать на одном воркере Например, дней 10 И словить или не словить блок Потом дней 10 поработать на разделенных воркерах Но опять же, все равно Эта закономерность выявить очень сложно Надо очень длинный промежуток времени Я так думаю Работать на одном воркере Или на нескольких воркерах И то, если все тут упирается все-таки в удачу То есть статистику здесь очень трудно выработать Ну, цель у меня Найти хотя бы один блок Поэтому одним воркером Или несколькими воркерами Я буду работать Да, кстати, вот Рик на хлебушек Мне превращает мой бомж Соло майнинг Превращает уже не в такой бомж Потому что у него уже здесь пошло 1.45 килохэша Это уже как минимум 2 RX 570 здесь включилось Да, а мой бомж Соло 2 Все никак не может найти шару Ну, ничего страшного Ну, вот так Эксперимент продолжается Разделил я воркеров Посмотрим, что из этого получится Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok